Да, здравствуйте, и сегодня у меня в гостях режиссер Роман Качанов. Здравствуйте. Здрасте. Когда я назвал, что вы режиссер, собственно, это подразумевает, что вы сняли определенное количество фильмов, и первые фильмы, которые приходят в голову, это ДМБ и Данхаус. И мой вопрос такой, вот не обидно, когда, учитывая, что у вас большая фильмография, говорят, режиссер, который снял далее ДМБ и Данхаус? Слушай, да меня и по ДМБ и Данхаус не особо знают, понимаешь? Это же нужно все время рвать на себе тельняшку и говорить, а вот это я сделал, вот это я, вот это я, посмотрите, вот это я, да? А я как-то вот почему-то этого не делаю. И, ну, есть у меня некоторые коллеги, не будем называть их громких имен, они, знаешь, на телевидении там снимите меня хотя бы с плеча, понимаешь, хотя бы со спины, ну вот я хочу быть в кадре, ну, а я как-то вот не по этому делу, ну вот поэтому я здесь и нахожусь, потому что, наверное, надо уже начинать разговаривать. Но у вас ведь есть кинематографический опыт, не только режиссерский, но и актерский. И, в частности, в ДМБ вы тот самый человек, который сказал знаменитую фразу, ставшую мемом «Суслика видишь, нет, и я не вижу, он есть». Это же ваша актерская работа, и она ведь, как мне кажется, ушла, ну, если не в века, то в десятилетия. Потому что я даже сталкивался с людьми, назовем это громким словом, молодое поколение, которые знают эту фразу, хотя не знают откуда. Ну да, но я для себя написал эту роль. Вот это была моя гигантская ошибка в том смысле, что я вообще не собирался становиться актером. Вот, ну, как обычно, насоветовали, говорите, сыграй сам, сыграй сам. Во-первых, это очень проблематично самому играть. Во-вторых, ну, в общем, как говорится, достаточно, во-первых. И я даже себя переозвучил на озвучании, потому что мне прям как-то это все очень не понравилось. Работать актером, я имею в виду, не то, как я роль сделал. Роль пришлось сделать более-менее достойно. Не, ну, классно было. Да, вот, но сама работа актера мне не очень была близка, и поэтому все следующие разы меня, или когда я там полтора раза еще играл в своих фильмах, в «Чужие меня не зовут», слава богу. Вот, когда я играл в своих фильмах полтора раза, это меня или обстоятельства вынуждали, или товарища заставляли. Ну, вообще, для режиссера важно появляться в кадре, вот прочувствовать эту актерскую работу, сыграв какую-то роль. Или можно, собственно, без этого вообще обойтись? Ну, люди все разные, наверное, вот мне вот как раз это вредно, потому что у меня ничего, кроме раздражения на самого себя, и на то, что я полез в кадр, и на то, что я вообще во все это вписался в качестве актера, ничего, кроме раздражения, вот у меня это не возникало в процессе работы. Вот, поэтому это совершенно необязательно, я думаю. Ну, вот интересно, что, когда я брал интервью у Евгения Чичваркина, вот он как раз был в Грэмме, он вспомнил фильм «Даунхаус», вспомнил фильм «ДМБ», вспомнил Ивана Ахлобыстина, и сказал, ну вот посмотрите, что случилось с Иваном Ахлобыстиным, и далее сказал, так это один из моих любимых фильмов. Я в ответ сказал, ну посмотрите, что не случилось с Романом Кощановым, который этот фильм снимал. У вас есть ответ на вопрос, почему люди так разделились? Почему люди, которые, собственно, мы вот любим применять эти слова, там, культурные коды, выросли на одних книжках, на одних фильмах, на одной музыке, вдруг разошлись вот по обе стороны этого фронта? Слушай, ну ты понимаешь, я не скажу, что это что-то неожиданное, другое дело, что настолько изменилась повестка, что вышли всякие моменты, которые можно было так не обращать внимания, они неожиданно вышли. Ну Аня всегда был немножко, как бы, каким-то маргинальным, каким-то склонен течением, высказыванием и так далее. Ну, честно говоря, я не очень хочу на этом заострять внимание, не потому что, не потому что я не хочу говорить о товарищах, а потому что я просто не хочу делать пиар их, как бы, точки зрения, тем более они ее еще и поменяют десять раз. Мне просто интересно это с точки зрения, опять же, вот этих культурных кодов, в которых много говорят об отмене русской культуры и отменяет ли русскую культуру. То есть, как так получилось, что, если мы говорим о России, о российском народе, который нередко, может, это не совсем соответствует действительности, но так называли самая читающая нация, почему вот получилось то, что мы сейчас видим? Почему многие россияне поддерживают войну в Украине, если называть вещи своими именами? То есть, культура, получается, она ничего не может, по большому счету? Слушай, ну, Ваш, если начинать говорить о войне, то это же, как бы, вопрос очень такой многогранный, да? И можно, конечно, найти с этой стороны. Вот, но просто, наверное, для этого надо сказать, что это, в принципе, происходит ситуация абсолютно не поддающаяся никакой логике, никакому оправданию. Вот, катастрофа именно культурная. Вот, и не только культурная, естественно. Но если мы про культуру, то и культурная, естественно, катастрофа. А как это уже выражается, это уже, понимаешь, дело десятое. По поводу поддержки, естественно, слухи сильно преувеличены, потому что, ну, вообще, как бы, людей, которые кричат, о чем-то их вообще знаков всегда обычно значительно меньше. Обычно люди думают о чем-то более приземленном, да? И не намерены где-то выступать. А потом просто, ну, опять получается, знаешь, я вот когда уже какое-то там второе с половиной интервью даю в этой новой ситуации, да, я не самый большой мастер давать интервью. И, конечно, происходит разрыв, я вот как бы волнуюсь. Потому что ты понимаешь, что скажешь одно, и получится, что вроде оправдываешь. Если не скажешь, то будет как-то это самое. Я, разумеется, не оправдываю всю эту ситуацию с некоторой поддержкой, которая существует. Но я понимаю, что там, конечно, люди разделены, да? В том смысле, что кто-то поддерживает искренне. Слушай, ну, есть люди, которые, блин, верят в плоскую землю. Причем совершенно за бесплатной, без всякой, как бы, что называется, артиллерийской подготовки, такой пропагандистской, понимаешь? Вот, есть, ну, грубо говоря, есть такая группировка людей, значит, сильно верующих во всякую оккультную хрень. Даже не оккультную, а чем чутьнее, тем хуже, да? Тем лучше, вернее. Там, плоская земля, там, заговор, там, жидкие чипы, когда делали прививки и так далее. Ну, мы все прошли через пандемию, это очень хорошо проявилось. Поэтому, в общем-то, это определенная, довольно плотная группировка товарищей, которым, в общем-то, хочется верить в какую-нибудь трэшовую беду. Вот. Есть люди, которые делают это по долгу службы, да? Вот, ну, потому что они на государственной службе. Есть люди, которым проще прискнуть и примкнуть некому мейнстриму, правда, они, но они считают, что это мейнстрим, понимаешь? И быть, вроде как, с большинством. Что, естественно, не оправдывает ни первую, ни вторую, ни третью категорию, потому что оправдывать убийство и оправдывать ад, ну, ты как будто становишься с ним, вроде как с ним солидаризируешься. У меня просто еще вот, чего я не могу понять. Мы ведь, и мое поколение, мне 42, и те, кто старше, и даже те, кто младше, вот люди, для которых русский язык любят с родным, тема войны и Второй мировой войны, она ведь вот там чуть ли не впитана с молоком матери. И вот эти все слова, лишь бы не было войны, это нельзя повторить. То, что мне бабушка рассказывала и дед, которым прошел блокаду Ленинграда, все это лейтмотивом шло. То есть этого не должно больше быть, это не должно случиться. И тут я наблюдаю, как люди, которые, в общем, были солидарны в этом, сейчас радостно или нерадостно говорят, что нет, сейчас все правильно. Вот где что сломалось-то? Слушай, ты понимаешь, я не так много видел этих людей. Я, конечно, не проводил никакой анализ, да. И опять же скажут, вот Качанов там, у Качанова там розовые очки или он хочет-хочет отмазать. Я, правда, не видел, хотя допускаю, да. Разумеется, как бы прошлое полностью перечеркнуто. И не то, что касается какой-то там героическое восприятие Второй мировой, ну и какие-то просто там вещи цивилизационные, да. Вы же получили очень большой, как бы отрицательный пиар, да. Вот. То, с чего ты, собственно, начал, про культуру. С одной стороны, понимаешь, культура, понимаешь, культура, слово используется тоже совершенно разное. Культура есть материальный, вот этот микрофон культуры, то, что мы в майках, понимаешь, культура. Это культура поведения, да. Ну, это материальная культура, культура поведения, культура одежды, да. То есть, наверное, в большей степени говоришь об искусстве, И в данном случае, когда говорится о культуре, в основном говорится об искусстве, и в основном идет разговор о всяком искусстве. Я лично, опять же, не видел, чтобы было какое-то отрицание русской культуры. Ну, понятно, что пиарчик, мягко говоря, прям очень плохой. Но при этом, ну, люди же говорят на русском языке, но мы что-то на русском говорим. Понимаешь, если бы мы с тобой по идеологическим соображениям перешли на английский или там на язык жестов, мы с тобой говорим на русском языке. Понимаешь, и в принципе, ну, это факт. И понятно, что сейчас людей, говорящих на русском языке, очень много, очень много несчастных людей убежало из Украины. Очень много менее несчастных, но тоже несчастных людей уехало из России, потому что не хотят с этим никак рифмоваться. Кто-то для себя это вербализирует, что он испугался, кто-то, что он не может в этом находиться. Но факт, что уехали миллионы людей, уехали миллионы людей, говорящих по-русски. Поэтому говорить о каком-то вычитании русской культуры, ну, просто глубоко бессмысленно, понимаешь? Ну, о том, что пиар, мягко говоря, плохой, понятно все. А что тут делать-то? Тут уже тоже факт. Ну, вот если, опять же, вернуться к фильму «ДМБ», я слышал такую точку зрения, что как раз в «ДМБ», в такой иронической, даже, может быть, гротескной форме, была показана российская армия и состояние российской армии. И сейчас, кстати, мы переживаем чудовищную трагедию, но, опять же, видно, что российская армия – это история про миф. То есть был миф, вторая сильнейшая армия в мире, а потом, на самом деле, оказывается, что, в общем, все, наверное, не так. То есть есть в этом фильме, на ваш взгляд, что-то пророческое, нет? — Слушай, ну, там столько же пророческого, сколько в «Браво со солдатей-швейке» или, я не знаю, там, в каких-то еще такого рода произведениях, когда человек, люди глубоко гражданские оказываются в этой системе. Это, если говорить про армейскую ситуацию. А еще, естественно, как бы эта история, естественно, более, как я ее воспринимал тогда, более широкая. Она же не только об армии была, она об обществе. А что касается, если брать вот эту, скажем, милитаристскую историю в киноленте ДМБ, то она, в общем-то, в той же мере, или даже в большей пацифистской, потому что понятно, что их жизнь там во многом как бессмысленная и абсурдная, и за счет этого и рождается этот объем, как мне кажется, потому что это противоестественное для человека состояние находиться в таком, как бы, коллективе, и находиться в таких рамках, в рамках таких целей и задач. Да, пораньше встать, подчиняться любым приказам, включая самые дурацкие, вот, и слушать людей, которые, в общем-то, в этот момент пьяные и ничего не соображают. Вот, это как бы, ну, это противоестественно, понимаешь? А человек оказывается в резко противоестественной ситуации. Так что считать это пророчеством, ну, в этом смысле, да, то, что все оказалось в руках каких-то... И люди порядочные, и люди непорядочные. И люди, в смысле порядочные и непорядочные, нейтральные, оказались в неком таком мейнстриме, когда, который задан глубоко порочными и глубоко никак не стыкующимися с реальностями, задачами и целями, понимаешь? Я не очень слово расформулировал. Нет, все понятно, мне кажется, что... Мне просто вот интересно, что... И вот именно за счет этого возникает вот это, что, блин, как так? Вот был нормальный человек, а сейчас ведет себя как мудак, да? Был мудак и ведет себя как мудак, понимаешь? Ну, потому что, понимаешь, ситуация просто противоестественная. Она противна вообще человеческой природе и противна, я имею в виду, и ситуация в фильме ДМБ, ну, понятно, там по лайту все. И то, что сейчас происходит, она противна логике, противна человеческой природе, противна всему, понимаешь? Нет, я как раз понимаю вот то, что история изобразия кабанщика, когда генерал там из пулемета стреляет, этот солдат срочной службы бегает, изображает кабана. Это все, с одной стороны, можно воспринимать иронично, а с другой ты вдруг начинаешь представлять, что это модель общества, потому что вот этому генералу пьяному с пулеметом, в общем-то, никто и не противостоит. То есть ничего не меняется, по большому счету. При этом генерал, он же тоже в естественной находке в какой-то среде. Он обаятельный дядька, выпил, понимаешь? Звук пулемета стреляется. У него там дети, внуки, понимаешь? Может, там старушку через дорогу переводит. Ну да, вот так вот, понимаешь? Просто я пытаюсь это все экстраполировать на некую систему. Почему я этот вопрос задаю? Я сейчас попробую свою мысль пояснить. Я иногда смотрю какие-то российские сериалы, чтобы отвлечь. Ну вот там были, не знаю, на условном ТНТ раньше смотрел, СТС и так далее. Вот просто лает, мне мозг разгружает. Но что я там заметил? Я там заметил одну вещь всегда. Приходит какой-то молодой человек устраиваться на какую-то работу. И всегда это через унижение. То есть всегда этот молодой должен отгрызти. Фактически дедовщина, она везде. Ну то есть он воспринимает этот новый молодой герой в этом рабочем коллективе, воспринимает дедовщину как что-то нормальное. Вот это так или это мне кажется просто? Есть два момента. Я сейчас скажу немножечко автоп. Во-первых, я не считаю российские сериалы, какие-то американские сериалы, китайские сериалы. Они вообще-то, кино, оно как и музыка, оно абсолютно интернационально. Поэтому из российских сериалов мне очень нравится сериал «Игра престолов». Вот там не обязательно молодой человек приходит сразу. Это американский сериал. Это американский сериал. Там есть Джеффри. Американский сериал, да. Ну там кто-то, оказывается, кто-то не униженный. Анализирует российские сериалы. Ну, во-первых, это явно не ко мне. Потому что, во-первых, я по определению не критика. А во-вторых, я еще не все Netflix сериалы пересматриваю. Нет, я сейчас не про кино. Я про ту модель, которая там формируется. Вот именно она из сериала в сериал. Одна история. Я начальник, ты дурак. То есть, словно говоря, не должен подчинять верху. То есть человек сразу. То есть я это замечал, кстати, вот, когда разговариваю с российскими коллегами, когда редактор должен сидеть за отдельной дверью. Ты не можешь к нему просто так подойти. Ты должен там чуть ли не через секретаря и так далее и тому подобное. Что, в общем, в нашей среде уже, ну, как-то кажется, несколько. И на Западе это не так, да. Миллиардер ходит в кедах. И, в общем, не то чтобы он очень доступен, но, скажем, некие демократические какие-то такие элементы сохраняет. Вот это я там заметил как некую тенденцию. А кинематографически я даже не рассматриваю сейчас. Да, такая есть, понимаешь. Я, опять же, не берусь судить, что там внутри сериалов. Скорее всего, дрянь какая-нибудь. Вот. А это самое. Там я имею в виду не только в смысле ходомысля, но и, скорее всего, и в художественном. Поэтому, в принципе, их бессмысленно обсуждать. Вот. А что касается образ жизни, ну, понимаешь, я тут не показатель. Тут ведь как было-то. Можно уже говорить о каком-то значительном этапе жизни. Понимаешь, я в основном работал за деньги. То есть я сделал независимое кино. Ну, не в смысле, что я снял кино. И посмотрите, какое я талантливое. Это как бы само собой. Но как бы там, где-то там. Но ваши фильмы включены в топ-100. Да. В парочку топ-100. Да. Вот. А в том смысле, что я делал их на независимые деньги. На основе какой-то коммерческой истории. Что кино показывается, приносит деньги и так далее. И так далее. Я несколько раз сталкивался, естественно, с тем, что... Мне иногда спрашивают, а вот чего у тебя такой большой перерыв, да? Ну, как? Ну, естественно, какая-то развивалась определенная какая-то система. Когда ты приходишь, там, разговариваешь с человеком. У человека огромный ресурс, понимаешь? У него там, грубо говоря, там сотни миллионов долларов от какого-то канала, да? Вот. Телевизионного. Понимаешь? Ну, не у него лично, а там у группы, там, товарищи, ну, как говоришь, редактора, продюсера. Но люди исключительно при должности, да? Ну, то есть, грубо говоря, должность меняется, и он исчезает от человека. Вот. Понимаешь? И ты так что-то посидишь, и вроде как все хорошо, и деньги предлагают, и какая-то история. И ты понимаешь, что ты сидишь и разговариваешь просто с говорящей жопой. И потом у тебя будет еще что-то. И ты так понимаешь, что нужно быстро брать аванс, быстро брать аванс, быстро бежать там по здоровью, по вредным привычкам, просто сливаться. А аванс взять неплохо, потому что все-таки действительно у меня там были значительные промежутки жизни, когда съемок не было. И, в принципе, такое, да, стало довольно-таки трендом. В том смысле, что огромные ресурсы людям распределялись просто по должности. То есть без должности ты его и курьером не возьмешь. Понимаешь, там должно быть определенное качество, быстрые ноги запоминать, что-то должно быть обаятельное. А так просто никто. Серое такое, как ничто. Вот серия этой стены. Понимаешь? Но он при должности. И поэтому я, типа, должен его слушать. Потому что если я его не буду слушать, то, типа, то что? Ну вот я говорю, что я очень в этом смысле нетипичный представитель отечественного шоу-бизнеса, кино, скажем так, я за весь шоу-бизнес не собираюсь нести ответственности. Но я, как бы, таких вещей избегал. Это можно проверить по моей фильмографии. Я пару раз, естественно, попадал в такие истории, ну, уже полностью. Но это не было системой. И вот у меня, собственно, крайнее кино, крайнее, это не потому, что я знаю слово последнее, но это приметы. Крайнее кино, так надо называть кино. Про шоу-бизнес. Кино, оно про шоу-бизнес, но в нем нету ни грамма государственных денег, как в большинстве моих фильмов ни в каком виде не видеть там скидок, ни в виде льгот, ничего. И это, в общем-то, должно быть нормально. Понимаешь? Как мне кажется. Ну, это кому как. Ну, вообще сегодня, ну, сегодня, ладно, после 24 февраля все изменилось, но до 24 февраля снимать токену, который хочешь, было возможно? Почему я задаю этот вопрос? Вот, например, можно было бы снять карточный домик в России? Или Homeland? Homeland попытался снять Lungin. Я, кстати, ему этот вопрос задавал. Он говорит, ну, я же снял Родину. Я говорю, ну, вы сняли Родину. Но, в отличие от оригинального Homeland, это первый израильский военнопленный, потом есть американская Родина. Там президента США называют президентом США, там ЦРУ называют ЦРУ, там ФБР называют ФБР, там коррупция есть на уровне вице-президента и президента. Что получилось у Lungin? Там нет никакого президента, там главный злодей и депутат Государственной Думы, чуть ли не оппозиционный, там нет никакого ФСБ, там есть контртеррористическая какая-то организация, там нет никакой Чечни, хотя, опять же, в оригинальном Homeland там была и Сирия, и Ирак и так далее и тому подобное. И он согласился, хотя он сначала отрицал, а потом он согласился. Это было такое интересное интервью, он сначала был настроен не очень доброжелательно, а потом у нас случилась химия, как это говорит, именно на этой причине. И вдруг выяснилось, что нельзя снять в России кино, как в Америке, именно не в плане спецэффектов, а в плане свободы высказывания. Ну, значит, нельзя. Может, можно? Я-то как раз все время старался делать кино, как мне хочется. Другое дело, что у меня как-то все реже и реже это получалось. Это тоже можно проверить по моей фонемографии. Как-то все реже и реже получалось, я, опять же, не берусь из этого дела какие-то выводы, но у меня в какой-то момент, да, в какой-то момент вот это вот... Я не про цензуру говорю, ты сам же понимаешь, что в твоем вопросе был уже заложен ответ, что понятно, что цензура была, и что это плохо. Сама цензура была, есть, и это тоже плохо. Я говорю про менеджерский вот этот момент, что любое говно и ничтожество, вот, просто за силу того, что оно при должности, оно начинает как бы... Почему-то я должен учитывать его мнение. Для кино вообще важно только мое мнение. Значит, не потому, что я такой самостоятельный, а потому, что получится дрянь, понимаешь? Чем на большее количество компромиссов ты идешь, тем больше получается дрянь. Соответственно, как бы лучше, чтобы компромиссов было ноль. Понимаешь? Поэтому советчики здесь вообще как-то не нужны. Вот. Я пару раз влезал в телевизионные проекты, и на каком-то моменте оно... Он ломался, да? Потому что телевидение, оно как раз заточено под... Под советы идиотов, да? И даже если я на каком-то этапе отбивался, то потом все равно к этому налипало, понимаешь? Вот. А... Ну, ты понимаешь, это же можно не только на кино проецировать. Ну, действительно, там, в России оказалось, что у людей просто в силу должности, при полном отсутствии каких бы то ни было качеств, я не имею в виду моральных, а я имею в виду просто интеллекта и талантов, оказались огромные ресурсы в руках. Понимаешь? Это можно проецировать не только на кино. Вот, собственно, все же сейчас происходит, что... Ну, можно на Путина и его окружение у них оказалось... Да, и на результат, понимаешь? И на результат, потому что... Ну, абсолютно, как бы, у людей с полным отсутствием таланта, интеллекта, и более того, даже не с отсутствием, а когда интеллект считается чем-то вроде инфекционной болезни, а талант... Ну, просто ругательное слово, понимаешь? Вот. То, естественно, люди начинают развивать то, что им дает должность. Понимаешь? Ну, они себя защищают, я так предполагаю. То есть они начинают... Они на полном серьезе считают, что это их достижение, понимаешь? То, что они в какой-то находятся должности. Вот. И то, что это их какое-то, как бы, личное, собственно говоря, качество и достояние. Естественно, при полном отсутствии личных качеств, то ты развиваешь все те качества, которые дает тебе должность. Ну, это по Стругацким получается, когда власти серые, обязательно приходят черные. Собственно, они и пришли. В данном случае я просто для Ютуба сделаю сноску. Речь идет исключительно о цитате Бориса Лугацких. Здесь нет никаких российских заявлений. Кого нет? Это для Ютуба. Российских заявлений в данной цитате нет. Российских заявлений? А, российских заявлений? Да. Я понял. Ну, вот, опять же, вот эти все обобщения, понятно, можно сейчас уплыть в это все, но я говорю про свой личный опыт, понимаешь? В любом случае, когда это как-то основывается на каких-то формальных вещах, да, то если ты, предположим, там объединился с инвестором, да, в понимании, что ты делаешь какой-то коммерческий продукт. Я про кино, да, я сейчас не про повестку. Повестка трагическая, и вот у меня происходит некий разрыв, собственно говоря, разрыв шаблона в данный момент. Ну, окей, давай мы все-таки на этом сконцентрируемся. Если ты объединяешься с инвестором, на основе того, что ты делаешь коммерческий продукт, то должны посмотреть зрители, что естественно, да, вот, это самое, да, какие-то деньги за это будут получены, то ты стараешься делать какой-то, это самый продукт, который будет жить в веках, там, в десятилетия, в годах, потому что это тоже основано на каких-то финансах, да, который будет как-то восприниман, ну и так далее, со стра и со стра, да. А когда это все перекошено, когда тебе просто выдают ресурсы, говорят, ну вот, там тебе миллион миллиардов, но ты будешь слушать всяких козлов. То есть даже не говорят, это просто уже само зашито во все это процедур. Ну, говно и получается. Я и про родину Лунгина тоже самое говорю, ну, то есть, как бы, ну, понятно, что, ну, тоже понятно, откуда что растет, и дело не в его цензуре, а в самоцензуре дело в том, что телевизионный был проект, и что там. Посмотрели, кстати? Ходила ни в коем случае. Ходила толпа идиотов, давали советы, вот, ну, понимаешь, он же сразу в это вписался. Он же не то, что вдруг, ах, какая неожиданность. У меня были пара неожиданностей, но так я больше не вписывался. Понимаешь, а он не первый раз замуж. А как противостоять вот этой жажде наживы? Потому что, ну, не у всех же, получается, и Шнуров, Шнур, честно говорит, жажда наживы. Ну, зачем вы это делаете? Жажда наживы. Вот сегодня Шнур написал там песню Невзорова, про Невзорова. И я не слушал, еще не успел просто, но те, кто следил за его дворчеством, говорят, что, в общем, Шнур уже не тот. Раньше было талантливо, хоть и не все принимали, сейчас нет. Довольно бездаром. Ну, понимаешь, когда человек говорит, у меня есть жажда наживы, и я вот из жажды наживы вот так вот существую. Но он говорит, что я скотина, и принимать меня таким, как есть, не нравится, развязнулись уши. Но это тоже позиция? Да, это позиция, да. Но, понимаешь, если в результате твоей жажды наживы, ты начинаешь делать прям очевидные вещи, аморальные, прям вот прям совсем. Не в смысле, что там голый пробежал там по этажу, а в смысле, что это такая прям такая фундаментальная моральность, то, естественно, это дело не в жажде наживы, это отмазка. Понимаешь? Потому что, ну, там больше одной машины, одной квартиры, там дома, там, ковра и сервиза Мадонны, ты все равно не купишь, понимаешь, в чем дело. Это уже патология. А эпатаж, эпатаж — это защитная реакция? Опять же, вот мы упоминали Охлобыстин, но он ведь достаточно эпатажный актер. И, кстати, до того, как он начал делать политические заявления, он многим нравился именно как актер. То есть и в этом эпатаже, в этой его нестандартности, опять же, в этой его, может быть, там, какой-то не красоте была какая-то своя фишка на протяжении долгого времени. Слушай, ну, что, ну, Иван, ну, понимаешь, Иван, он нигде ни в чем не состоялся. Но я вот его позвал на кинофильм ДМВ поработать у меня с автором сценария. Ну, снялся он в этом ситкоме, да? Вот. Вот. Понятно, там есть, наверное, какой-то душевный надрыв в том, что он, наверное, мог сделать больше. Опять же, как бы. Но, понимаешь, ну, сейчас-то его надрыв не имеет никакой ценности на фоне того, что он, собственно говоря, на фоне того адок, который через идет и озвучивается, понимаешь? Может быть, он не до конца это отдупляет. Или отдупляет, понимает, извиняюсь за сленг, да, понимает, но как-то не до конца. Понимаешь? И, может быть, в какой-то момент Ваню-то все и простят. Но вот сейчас, по нынешней повестке, обсуждать там тонкости разумения Ивана, ну, это мне как-то не хочется. Потому что сейчас существует конкретная повестка. Внутри этой повестки он оказался, как бы, ну, оказался в полном гавне. Понимаешь? И вроде как, знаешь, когда человек оказался в полном гавне, надо ему руку подать. Но он-то, как бы, доволен этим. Ну, окей. Здесь мы видим, на самом деле, через его личность приходим к фундаментальному этому вопросу. Художник и политика, да? Потому что там Ленин Рифеншталь, которая присягала Гитлеру, которая снимала, для Гитлера, тем не менее, все равно признается как классиком документального кино. То есть есть те, кто сумел даже, будучи аффилированным с этой чудовищной властью, остаться большим художником. Вот как вы считаете, есть такие? Есть разделение между людьми и тем, что они делают, скажем, в искусстве? Ну, понимаешь, ну, как тебе сказать? Вот ты говоришь об очень вещах высоких. На самом деле, высокие вещи лежат на вещах очень простых, да? Предположим, я работаю режиссером, да? И мне, в принципе, все равно, в каком языке снимать. Могу на русском, могу на латышском, на английском. Ну, это просто свойство моей профессии, да? Вот. Ну, на русском теоретически чуть проще и чуть приятнее. Но, в принципе, пофигу. Вот. У актеров другая ситуация. Они, понятно, что они могут работать только в России. Потому что для... Я даже не говорю про нынешний антипиар, но даже в довоенное время они могут работать только в России, потому что есть момент с акцентом. Вот чисто практический момент с акцентом во всех современных фильмах и в западных фильмах пишется звук живой. И, соответственно, если ты прям вот супергениальный актер, то ты все равно не будешь сниматься там. Или будешь играть только русских там, или только выходцев из славянских стран. Вот. Поэтому они все вроде как привязаны там к почве. Понимаешь? Хотя именно сейчас, как ни странно, вот на том, что идет как бы больше разговоров об этом, и больше даже, скажем, пропагандистских всяких на этом вещей основано, что идет вроде как там вычитание русской культуры, я больше чем убежден, что именно сейчас как раз артисты могли бы за границей работать. Потому что очень много русскоязычных и русско понимающих людей на русском языке оказались как бы вне России. Да, и было-то много. То есть было-то больше, на самом деле, чем в России. То есть, круглая, там примерно 300 миллионов понимающих и говорящих на русском. А в России там чуть больше ста. Вот. А сейчас еще больше. И как раз актеры, может быть, бы и смогли бы работать за границей спокойно. Во-первых, они это не знают. А во-вторых, это не факт. Это сейчас все развивается. Это все сейчас происходит на общем трагическом фоне. Вот. Но они больше привязаны к земле. Понимаешь? И актеры, да, они вынуждены в этом во всем вариться. Понимаешь? Но не всем же приятно осознавать, что они там оказались на стороне зла. Скорее всего, не по своей воле. Ну, некоторым там хочется, может, сказать, что так я, наверное, не на стороне зла. А может, это вот такая странная конфигурация добра, да. Типа поверить в это. Другие просто врут, ясное дело. Но они из этого особо выскочить не могут. Вот. Ну, и сейчас художники могут. Ну, я имею в виду, это самые операторы могут. Если говорить про цех. Вот. Поэтому конкретно там про некоторых персонажей, там, включая Ивана, предположим, да, учитывая, что он работает, что они работают на русском языке, они считают, что они заложники этой ситуации. А заложник уже там разное поведение, возможно. Возможно, там, штокгольский синдром, возможно, осознанность на штокгольский синдром. Или там с четырьмя фигами в кармане. Хотя, еще раз повторю, опять же, сложно переходить на какие-то теоретические истории вот сейчас. Я считаю, что именно сейчас, на фоне такого очень хренового пиара, именно как раз сейчас, есть возможность у русскоязычной публики работать в любом углу мира, да. Может быть, это даже и хорошо будет. Потому что, может быть, будет небольшая потеря по деньгам, а может, и не будет. Грубо говоря, если ты работаешь не в академическом театре в Саратове, а работаешь в русском театре в Рио-де-Жанейро, может, оно и хорошо будет, понимаешь. Опять же, климат хороший. А высказывания деятелей русской культуры, ну, понятно, что это обобщенное понятие, но, тем не менее, оно сегодня необходимо, вот именно как раз в тот текущий момент большой трагедии, которую мы переживаем. Сегодня нужно снимать кино на русском языке? Или сегодня нужно делать паузу? Вот как вы это видите? Ты знаешь, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что вот когда все это началось, то я не то, что снимал. Понимаешь, у людей есть такое понятие, вот снимать кино. То есть ты поставил камеру и снимаешь кино, да. Ну, кино уже состоит из пре-продакшен, из подготовительного периода, из моих съемок, из постпродакшен. У меня была ситуация, что когда это все началось, да, в конце февраля, мне нужно было заканчивать кино. Вот. И я еще два месяца там находился. Или два с половиной, или полтора. Ну, не важно, я значительное время находился там, именно делая кино, понимаешь? То есть все же было отснято? Да, но нужно было доделать звук, нужно было доделать разные форматы, там, для кино, там, для телевидения, 25 кадров, 24 кадра, там, с такой цвета коррекции, с такой цвета коррекции. Вот. Я как раз в этот момент делал кино. И я хочу сказать, что, вот, как по мне, так, конечно, лучше ничего не делать. Потому что, ну, потому что другая поверхность, понимаешь, ты там читаешь новости, ты там просто плачешь, понимаешь? А ты там не можешь заснуть. Вот. А в какой-то момент ты перестаешь понимать, почему ты не можешь заснуть. Ты думаешь, что, наверное, просто какая-то тишина странная. Ну, просто слетает крыша, понимаешь? Причем в плохом смысле и в далеком идет, такой конкретный слет крыши, и конкретно идет там прединфарктное состояние. Не факт, что в этом состоянии правильно делать кино, понимаешь? Ну, если, опять же, ты на кино выкладываешься. Если ты просто зашел, так постоял, и потом в кассу, то, может, и можно, наверное... Ну, а вот это высказывание, когда просто... Опять же, извини, я добью меня. Понимаешь, это же все тоже не так давно началось. Я не знаю, если, не дай бог, это все будет продолжаться какие-то долгие месяцы и годы, может быть, какая-то будет другая ситуация. Но я вот думал, когда я доделал вот все, я думал, вот сейчас закончится, вот сейчас закончится, сейчас это все. Сейчас как бы победи здравый смысл, понимаешь? Ну, вот что имеем, то имеем. Поэтому я не думаю, что сейчас... Ну, понятно, если там нужно людям заработать, там бюджет освоить, никто же, собственно, не отменял эти бюджеты, да? Вот, ну, наверное, найдутся люди, которые этим займутся. Но я думаю, что к искусству это никакого отношения иметь не будет. Ну, в принципе, они и до войны с этим справлялись, что это к искусству никакого отношения не имело. Но сейчас это еще, конечно, умножится. Каким было ваше 24 февраля? Как вы узнали о том, что произошло? Ты понимаешь, в чем дело? Ведь на самом деле и Байден писал, помнишь, там были все эти ситуации? Да, но я не верил. Вот честно скажу, я не верил. И мой очень близкий товарищ и соратник, вот как раз по этому кино, говорил, что будет война, да? Ну, понимаешь, но это в голове не укладывалось, да? И когда это все случилось, то, естественно, это была такая ситуация супершока, потому что ты понимаешь, что это шок, но все-таки какая-то часть жизни прожита, и, понятно, ты каким-то шоковым ситуациям ты как-то более-менее знаешь, как на них реагировать. А тут я не знал. Тут это просто было ощущение пиздеца и, естественно, надежда на то, что это сейчас вот, сейчас прекратится, да? Были ситуации, когда чудо там спасало там ту или иную ситуацию. Бывало, было здесь ситуации, что чудо происходило через некоторое время, и потом этому чуду находились какие-то логические, логические там объяснения, но, в принципе, это было чудо. И было ощущение непонимания, ужаса и надежды на чудо, которое не случилось. — А когда пришло осознание? — Оно еще не пришло. — До сих пор. — Понимаешь, то есть как-то один день ты... Ты пойми, а ты живешь в Латвии. Вот, как бы это все не было близко, ты не внутри этой ситуации. Я находился в России в этот момент. И я был внутри этой ситуации. Понимаешь, я поняла, что от моего имени сейчас бомбят города и убивают людей. Не от моего личного имени, ну, так знаешь, размыто. И от имени многих моих товарищей, вот, которые явно в это не вписывались. И не вписывались никак, никаким образом. Мы не вписывались в таком сленговом смысле, и не вписывались в эту картину мира, понимаешь? Вот, и тут такая, такой, понимаешь? И выражалось это, понимаешь, дело не в том, что у меня такая тонкая душевная организация, может, и тонкая душевная организация, но я там вот, я не мог заснуть. То есть я понимаю, что я не могу заснуть, потому что я читаю, я не могу заснуть, потому что мысли какой-то ужас накатывает. Но я просто физически не мог заснуть. И я думаю, ну, такого не может быть. Ну, в принципе, действительно, мне не 18 лет, и я там не Наташа Ростова на первом балу. Наверное, я не могу заснуть, потому что я живу в доме за городом, потому что здесь тишина, и вот эта тишина это все накручит. Если там будут машинки, есть какие-то улицы, люди, я там снимаю квартиру в центре города, да? И точно так же не могу заснуть. То есть это вот то, о чем я говорю, оно выражалось в конкретных, там сердце начинало ныть, понимаешь? Я понял, что оно будет ныть, 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 и сейчас тоже как-то через день. То есть вроде как я нахожусь как бы там не внутри, а так немножко это самое. Но через день еще осознание до конца не пришло, потому что осознание обозначает, что ты можешь взглянуть на ситуацию отстраненную. Причем я же тебе говорю, я еще попал под такую раздачу, что большинство моих юных и не очень юных и пожилых товарищей, они прямо 25 февраля уехали, и кто-то вернулся, кто-то не увернулся. А я там просидел еще два месяца, понимаешь? И вот этот разворачивающийся ад, вот я сидел так, и это все, ну не то, что сидел, я вот доделывал кино, там что-то ломалось, там дочка плакала полтора месяца, там у нее рушилось, там еще миллионов детей рушилось, там будущее, понимаешь? Это самое, у моих там уже мертвых предков рушилось прошлое, потому что понятно, что вот этот разговор о героическом поведении во время Второй мировой войны, он сейчас, мягко говоря, неуместный и будет неуместным еще многие десятилетия. Вот, и вот это все рушилось, и убивали детей, это самое, и в Украине, и у них рушилось не только будущее, там, или прошлое, у их бабушек, дядь, у них рушилась жизнь, и она все, вот я посередине этого стоял, и не мог просто чисто физически переместиться там в условную там Аргентину, что, типа, я тут, а это все там. Я находил все это, и это как бы еще усугубляло вот это ощущение. Извиняюсь, пиздеца и ада, да? В общем-то, да извиняться-то особо за пиздец-то не приходится. Вот, и это я хочу сказать, что еще до сих пор штырит по полной программе. Вот в чем разница в плане восприятия, опять же, Россия ведет не первую войну, хотя, наверное, эта война уже самая чудовищная, но даже если начинаем от Советского Союза, это Афганистан, потом две чеченские компании, ну, окей, Грузия, она была краткосочной и так далее. В чем отличие? Или, в принципе, каждый из этих войн воспринимали похожим образом? Или это все-таки уникально чем-то в плане восприятия? Это, конечно, уникально. Ну, во-первых, там хоть что-то, какую-то отмазку можно было придумать. Здесь чистый, чистый, спроецированный бред, понимаешь? И этим еще страшнее, потому что любой бред, оказывается, можно, как говорится, поставить на уровне такого большого и такого бездарного шоу, да? Вот. Вот. И потом, понимаешь, там хоть что-то, хоть придумывались какие-то отмазки, и они хоть как-то работали, понимаешь? А по-другому была информация, по-другому было информационное, больше не забывай, что кажется, что мы все время жили в таком информационном поле, но оно очень сильно изменилось за это время, да? То есть, грубо говоря, ты можешь разговаривать по телефону с человеком, он может говорить, вот сейчас меня бомбят, там, сейчас у меня... Сейчас у меня оторвало ногу, вот сейчас убило, там, моих, там, это, там, убило, сейчас погибла моя бабушка, понимаешь? Это пиздец, понимаешь? Вот. И это новая история. И, опять же, масштаб тоже, конечно. Потому что там были хоть какие-то отмазки, и хоть как-то можно было в это встроиться, сейчас отмазок нет. То есть, или ад, и ты на стороне чистого адища, вот. Или ты, как бы, говоришь, что ты нейтральный, но таким образом тебя засасывает. Или ты говоришь, что ты ненейтральный, но ад тебе все равно аукается, потому что, ну, что мы с тобой разговариваем, я понимаю, вот сейчас я кого-то отмазываю. Понимаешь? Хотя вот нет никакого смысла отмазывать. Вот сейчас я что-то, наверное, недоговариваю, понимаешь? То есть я вроде как тоже, ну, понимаешь, это такие брызги такого адской серы, что он просто на всех летит. Это абсолютно новая ситуация, понимаешь? Ну, а вот насчет, мне кажется, что здесь все-таки происходит, да, деление на черное-белое, с одной стороны, но все равно между этим черным и белым ведь очень много этого серого, когда, опять же, человеческие связи, очень много сейчас говорят и в Латвии, много примеров, когда дети перестают разговаривать с родителями, родителями с детьми, мужья с женами. Я знаю семьи, в которых уже дело почти до развода дошло. И здесь вот как раз, когда мы попадаем в эту серую зону между черным и белым, между абсолютным злом и добром, между агрессором и жертвой, и получаются вот эти личные связи, и вот ты думаешь, ну как, это мой близкий человек, я там, не знаю, там, условно, родители мои, ну что, я буду рвать с ним? Или я все-таки постараюсь где-то закрыть глаза на то, что наши позиции расходятся? Вот как быть в этой истории? — Хочешь, чтобы я дал рецепт? — Нет, я просуждаю. — Задал вопрос раньше. Абстрагировался ли я от этой ситуации и отрефлексировал ли я позже? Я говорю, нет, я еще внутри, я не знаю, какая это ситуация. Ну ты понимаешь, тут понятно, что эта вся история, это очень, как бы, опять же, имела очень плохой пиар, вот это все, мы же братья, там, нас братья на Украине, вот этим. — Был ответ, никогда мы не будем брать себя. — Да, на этом основании, там, можно убивать, и понятно, что Украину в ближайшие сто лет никакого отношения вот к этой всей истории не будет, то есть это полностью закончено. Но фактически, у кого-то там живет мама, у кого-то тетя, понимаешь, у кого-то жена, там, куча смешанных браков, понимаешь, и вот, и вот чего сказать в этой ситуации. Вот дать такой ценный совет, чтобы я выглядел еще большим мудаком, чем я выгляжу сейчас. Ну, нету таких советов, это пиздец, понимаешь? Это чистый, кристальный ад, понимаешь? — А как-то попытаться что-то снять или с помощью художественного произведения высказаться? Ахматова пишет реквием после сталинских чисток, не публикует, читает знакомым, но потом все равно он выходит, потом Камбурова, кстати, делает еще и в театре музыкальное. И там вот пролог, мне он очень нравится, я его периодически цитирую, когда к ней подошла женщина и спросила, вы можете об этом ценить? — Я сказала, могу. Но это же важно, то, что она сделала. Вот Иоанна Ахматова пишет реквием, она в какой-то момент отрефлексировала эту трагедию, там, не знаю, для огромного количества людей. Вот важно это все-таки? — Ты меня подталкиваешь, чтобы я отрефлексировал? — Нет, нет, нет. — Я не исключаю такой возможности. — Я все пытаюсь в этой истории, понятно, мы говорим о кино, и, понятно, может быть, об этом сейчас сложно говорить, потому что люди гибнут, а мы говорим о кино о высоких материях, но к этому же все равно приходим, потому что это как-то должно быть отрефлексировано. — Я знаю, вот ребята из Киева, я случайно-случайно узнал, сейчас снимают сериал «Видимся» об этой войне. Я встретил, там мы поздоровались, видимся, вот как раз когда я еще был в пути, сказали, ну вот я сейчас снимаю кино, ну в смысле сериал «Ваня». Он говорит, ну это телевидение, это как-то не кино. Я говорю, а о той войне или об этой? Он говорит, об этой. Нет, естественно, что-то делается. Я тут могу говорить только за себя, да? И, наверное, в какой-то момент что-то там отрефлексировано. Ну, понимаешь, у меня есть искреннее, абсолютно в этом случае желание, чтобы это скорее закончилось, и чтобы все-таки эта вся рефлексия происходила позже, понимаешь? Потому что Ахматова это все рефлексировала в тот момент, когда это продолжалось месяц и годы, и годы. Сейчас еще есть шанс у человека, у человечества, у общества закончить это как-то вот сейчас, чтобы это не растянулось на какие-то долгие месяцы. Ну, а как, условно говоря, если мы понимаем, что ключик от этой войны в руках у одного конкретного человека? Ну, у тебя же тоже заложен ответ на этот вопрос. Я понимаю, я не хочу сейчас подталкивать к табакерке, да, периодически говоря. Ты понимаешь, есть большое количество и реальных аналитиков, и таких диванных аналитиков, и я иногда, ну, очень редко включаю такого диванного аналитика. Но, в принципе, ты понимаешь, ты говоришь какой-то об очевидной вещи. Случится, может, что-то менее очевидное. Например, торсины и бесславные убытки. Что-то более страшное, менее страшное, что-то более простое, понимаешь? Ну, вот то, чтобы это закончилось и флексировать уже потом, у меня есть искреннее желание, потому что у меня нет никакого желания в процессе этой рефлексии понимать, что я не до конца это не дорефлексировал, что-то неправильно понял, понимаешь? И понимать, что я, как бы, занимаюсь хернёй. У меня сейчас единственное желание, чтобы война закончилась и восторжествовала справедливость. Это вещи взаимосвязанные, потому что если справедливость не восторжествует, то и война не закончится до конца. И я очень надеюсь, что это случится вот днями, понимаешь? Вот, днями там, или там, в течение недели, или двух. И даром всё время появляются какие-то прогнозы, что к такому-то числу всё будет. К такому-то числу я понимаю, что эти люди выдают свою надежду за... Ну, понимаешь, но в любом случае это какое-то надежное должно материализоваться. И я не говорю про какие-то конкретные действия. Это может случиться как-то совсем по-другому. Более того, если даже случится так, как ты говоришь, оно может не закончиться. Поэтому хотелось бы, чтобы это всё, как бы, было в комплексе, понимаешь? И у меня нету того, что я вот такой сижу и вещаю, это может быть закончено в ближайшее время. Ну, кстати, я тут как раз упомянул фильм Тарантино «Бесславные ублётки». Там для Гитлера всё закончилось не так, как в жизни. Но закончилось. У меня был такой финал. Но я опять хочу вернуться к вашему фильму. Тяжело сейчас выпускать фильм в прокат? Выпускать его на экраны? Учитывая, что вы снимали его до войны. Он о шоу-бизнесе и со звёздами шоу-бизнеса. Вот, и учитывая то ваше состояние, в котором вы психологически... Невероятно тяжело. Потому что выпустить его в России... Понимаешь, это же не просто я выпустил фильм. Это значит, мне надо выступать там по телевизору, понимаешь? Там надо собирать премьеры, пойти к шампанскому, пускать там полуголых девушек, понимаешь, с подносами. Вот на плане-то водища, понимаешь? Вот. И выступать где-нибудь, не пойми где, не пойми с кем, не пойми зачем, понимаешь? Это что, выпустить фильм? Это не то, что просто выпустил, понимаешь? Вот. Выпускать его здесь, ну, в смысле здесь, в смысле, хотя бы как-то, ну, чисто географически от этого отойти, это, конечно, более логично. Здесь я имею в виду, в странах, не имеющих, как бы отношения к войне. Но тут возникает другое, получается, что я как бы с русским кином вылезаю, хотя я могу говорить сколько угодно, что я не снимал этот фильм за российские, за государственные деньги, не снимал. Что у меня не было никаких льготных. И что это вообще, как бы мой, мой этот самый, мой принцип жизни, как можно меньше получать госденег. И, в принципе, и фильмы мои, в общем-то, смотрят там и в Украине. Это и в Украине, и во всем русскоязычном, во всей русскоязычной экумении. Вот это уже не первое десятилетие, с чего мы, собственно, начали. Но я могу сколько угодно говорить, но конкретные действия, которые мы при этом принимаем, они неизвестны, потому что ситуация неожиданная. И адская абсолютно. И что будет завтра, непонятно. Но фильм, тем не менее... Мы можем сделать перерыв. Да. Вот в завершении уже нашего разговора, он так приближается к концу. Понятно, что у этой истории нет хэппи-энда. Понятно, что, наверное, у этой истории не будет хэппи-энда. И вот многие эксперты, с которыми мы говорили, они считают, что хорошего сценария там тоже нет. Но вот на ваш взгляд, какой сценарий из самых плохих, какой может быть все-таки лучший из худших? Он какой? Как мы из всего этого выйдем, все мы? Ты знаешь, тут как бы вера в чудо. Не в то, что моя вера в чудо такая вот религиозная, да? Ну, просто в какой-то момент набирается некая критическая масса, да? Молитв, я не знаю, там, слов, действий, что происходит некое событие, которое ты не ожидаешь. Ты его воспринимаешь как чудо, да? Вот. У меня вот есть ощущение, что лучшим выходом будет, если произойдет некое очень простое какое-то событие или очень сложное, или очень неожиданное, но вся эта история закончится. И вот как раз-то начнут осмысляться, будут искаться виноватые, будут искаться невиноватые и так далее, и так далее. Ну, вот как там в какой-то момент там закончился Советский Союз и вот вся эта кровавая история, там, кровавые кости в колесе, там, красное колесо закончился, раз, и все стали осмыслить. Правда, до сих пор сейчас вытащили его трупы и трясут. Но он закончился, понимаешь? В какой-то момент закончился путь 91-го года. Вот, раз, три дня прошло, и вот хочется, чтобы прошел некий промежуток времени, вот сейчас там, вот сейчас уже 4 месяца. Я понимаю, что каждый день просто приносит нечислимые страдания и убивает еще очень много душ, которые, вот, оказывается, вовлечены еще до физической смерти. Вот. И просто у меня хочется, я считаю вполне реальным и вполне благоприятным моментом, что раз, и это закончится. Остановится и закончится. Или закончится и остановится. Не важно. Я не берусь работать с пророком, какие события будут внутри этого. Или простые, или сложные, или ожидаемые, или неожиданные. Понимаешь? Ну вот, я, с большой долей вероятности, так оно и будет. Ну что ж, спасибо. Роман Качанов, режиссер, был гостем Грэма сегодня. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.